Добрый день, дорогие друзья! Здесь аплодисменты написаны по сценарию. Спасибо большое. Не зря высылали вам. Напомним, что финалисты конкурса определяются на этапе онлайн-голосования членов жюри, а победители выбираются по итогам онлайн-защит, где все финалисты презентуют проекты перед членами жюри и в каждой конкретной номинации. В этом году в каждой номинации мы наградим трех победителей. Будет пять основных номинаций и три специальные номинации, в которых мы не могли обойти своим вниманием лучших. Также мы хотим поблагодарить наших партнеров. Это Альфа-Банк, экологический партнер-собиратор и партнер специальной номинации проекта Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех». Вот такое небольшое, короткое, вступительное слово. И мы прямо сейчас можем вместе с вами перейти, наконец-то, к церемонии награждения и узнаем, кто же сегодня победил и кто сегодня лучший. Итак, первая номинация звучит так. Управление человеческими ресурсами. И в этой номинации представлены компания МТС, комплексный проект в сфере инклюзии и разнообразия МТС, компания для всех. Русал, проект карьерно-образовательный портал Универ. Также компания Норникель с проектом «Кому не все равно». Пятерочка, проект конкурс «Премия за ошибку». И ГАЛС-девелопмент с проектом «Про ГАЛС. Трансформация организации и корпоративной культуры». Мы сегодня будем вызывать, так называемых, вручантов, почетных наших гостей. И для награждения в первой номинации я бы хотел пригласить руководителя проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития», председателя экспертного совета «Недели устойчивого развития» Светлану Герасимову. Светлана, эти аплодисменты вам. Прошу вас. Добрый день. Я, конечно, сейчас осознала вот эту цифру. 15 лет. Мы стали старше на 15 лет, мы стали мудрее на 15 лет. Я сейчас вспоминаю где-то вторую и третью премию People Investors. Но хочу сказать, что за все эти годы она так и осталась такой же желанной, такой же престижной и такой же знаковой для наших компаний. И это очень здорово. Хочу обратить внимание, что в шот-листе вот списка этой номинации очень тонкие инструменты управления. Это то, что связано с созданием сообществ, с образовательными платформами, с вопросами инклюзии. То есть мы утончились в плане понимания специфики и тонкости работы с гибкими технологиями управления в области человеческих ресурсов. Я с нетерпением, конечно, жду эти конверты. И от всей души поздравлю наши компании, которые в этот непростой год и непростой период продолжают держать вот те высокие взятые планки и на самом деле не сбавляют темпов. Мы понимаем, что во всей ESG-повестке буква «С» сейчас воспринимается по-особому. Мы понимаем, что изменились условия и что HR-ы оказались на той самой передовой и решают огромное количество нетипичных, особых, таких, знаете, необычных сейчас задач. На них многое держится и особо хочется тепло поприветствовать победителей, которые в этой достаточно серьезной борьбе заняли первое, второе и третье места. Ну что ж, настало время конверта и узнаем, кто же взял бронзу в этой номинации. Итак, затаив дыхание, открываем. В номинации, третье место в номинации управления человеческими ресурсами проект «Про ГАЛС. Трансформация организации и корпоративной культуры. ГАЛС Девелопмент». «ГАЛС Девелопмент», мы поздравляем вас и приглашаем представителей пройти на сцену за тем, чтобы забрать положенные награды. Спасибо большое, что поддерживаете. Было бы здорово и так, так и продолжить. Если можно, буквально прям одно слово, что вы чувствуете. Коллеги, спасибо большое. Мы в компании «ГАЛС» считаем, что наш ключевой актив – это наши сотрудники. И очень много делаем для того, чтобы они были счастливы и делали свою работу с удовольствием. Поэтому очень приятно, что профессиональное сообщество отметило наши усилия. И спасибо за награду. Спасибо большое. Как сказал, до слез. Благодарим вас. Спасибо большое. Фотографию самое главное сделали? Делаем. Давайте еще раз, на всякий случай, да. Спасибо большое. Мы провожаем вас и, девчонок, наоборот, ждем на сцене, чтобы еще один конверт открыть. И мы пойдем за серебро. Спасибо. Тема «Счастье» уже прозвучала. Двигаемся дальше. Что же нас ждет здесь? Итак, второе место в номинации «Управление человеческими ресурсами» – проект. Комплексный проект в сфере инклюзии и разнообразия МТС – компания для всех возрастов, видимо ли, для всех МТС. Поздравляем с серебром компанию МТС. МТС вчера отметила День волонтера как раз с сбором своих корпоративных волонтеров. Поздравляю. И, конечно, понимаем, что это очень знаковая и трендовая тема. Я просто хочу сказать, что у нас с вами очень хорошая профессия. Мы можем делать кого-то счастливее, добрее. И поэтому давайте идем вперед. Ты начнешь, и все начнется. Спасибо большое. Благодарим вас. Фотографии сделаны. Итак, мы можем… Спасибо большое. Да, занимайте свое место в зрительном зале. И, наконец, золото в этой номинации. Прямо сейчас с легкой руки Светланы мы узнаем, кто его забрал. Итак, барабанная дробь. Первое место в номинации «Управление человеческими ресурсами» проект «Кому не все равно» – Норникель. «Кому не все равно» – компания «Норникель» и первое место в первой на сегодня номинации. Рад, что вы нашли время и возможность, а компания нашла в себе вот это вот желание затеять, вот этот процесс, да, организовать вот этот клуб вовлеченных и активных коллег. Дорогие коллеги, очень приятно получить такую высокую экспертную оценку в данной номинации. Мы вот сегодня команда, я со стороны Норникеля, Антон со стороны тех, кому не все равно. Конечно, Норникель – это компания для людей. Мы счастливы, когда наши сотрудники выбирают наши города, они хотят развиваться и внутри предприятия, и за контуром. Поэтому спасибо большое. Антон, давай тоже пару слов, используя такую возможность. В очередной раз можно сказать, что мы не первый раз уже на сцене с Еленой вместе. И хочется всем сказать спасибо за то, что выбрали наш проект. Поздравляю вас и аплодисменты еще вдобавок к этим наградам. Спасибо большое. Светлана? Спасибо большое. Да, это был выбор жюри. Я надеюсь, никто не остановится из наших профессиональных компаний. И до встречи в следующем году на этой замечательной премии. Прекрасно. Ну вот, а вы волновались. Так, следующая номинация – развитие местных сообществ. И среди финалистов в этой номинации представлены Компания «Росатом» – проект «Люди и города» – программа формирования устойчивой социальной среды. Компания «Магнит» – проект «Добрый заяц» – инклюзивный город. «Сибур» – проект программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». «Сахалинская энергия» – за проект «Лаборатория Сахалинской энергии». И компания «Металлоинвест» – проект программы социальных инвестиций «Вместе». И для награждения я приглашаю на сцену директора по коммуникациям и социальному развитию группы компаний «Новард» Людмилу Жадаеву и руководителя программ по устойчивому развитию компании «Вкусные дочки» – Оксану Белайчук. Здорово, если поаплодируете. Добрый день, коллеги. Спасибо каждому, кто принял участие в «People Investor». И огромное спасибо Дмитрию Владимировичу Зеленину, под руководством которого этот форум, эта премия была организована. Замечательное мероприятие. Скажу от себя, я очень люблю секцию местных сообществ. Почему? Потому что это от людей и для людей. И каждый год нам говорит о том, что таких замечательных проектов становится все больше и больше. И как же тяжело иногда передать вот эту вот социальную миссию, идею людям, которые иногда не понимают, что не обязательно должна быть чем-то материальная выгода. Поэтому вас, влюбленных в свое дело, очень много. И мы, наверное, с Оксаной вдвоем считаем все-таки, что победителей нет. Каждый победитель, каждый лидер. Абсолютно точно. Поддерживаю эту точку зрения. Понимаете, сколько номинаций, сколько заявок поступило в этой номинации, что даже на граждантов потребовалось два человека. Год у нас действительно, этот год действительно непростой для людей, в жизни людей, для компаний, в бизнесе компаний, многих компаний произошли заметные значимые изменения. Но если подводить итоги года по номинации, которую нам довелось журить с Людмилой, то, пожалуй, наверное, можно с уверенностью сказать, что есть какие-то важные стратегические основы, которые для компаний-лидеров в различных отраслях российской экономики остаются постоянными, незыблемыми. И количество, глубина проработки тех заявок, которые мы получили в номинации развития местных сообществ, говорят действительно сами за себя. Очень сложно было нам выбрать лучших из лучших. Постараемся сегодня объявить победителей среди победителей. Ну, раз вступительное слово сказано, давайте узнаем, кто взял бронзу здесь. В номинации развития местных сообществ. Пожалуйста. Третье место в номинации развития местных сообществ. Компания «Сибург». Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел». Компания «Сибург». Вот так выглядит компания «Сибург». Здравствуйте. Поздравляем вас с этой наградой. Сейчас мы сразу попутно сделаем фотографию и услышим несколько слов. Спасибо большое. Спасибо коллегам. Спасибо жюри. Это действительно показывает, что мы на правильном пути. И поздравляю там второе и первое место. И вот где мой добрый зайчик, магнитовый, прям самое сердечко. Надеюсь, у вас будет первое место. Спасибо. Вот так мы болеем. Нет конкурентов, нет проигравших. Следующий конверт и второе место. Росатом, друзья. Компания «Росатом». Проект «Люди и города». Программа формирования устойчивой социальной среды. Программа формирования устойчивой социальной среды. Давайте как-нибудь, да, может быть, впрыжки, я потом еще попробую. Ну а что, мы такие статичные. Да, пожалуйста. Ну что сказать. Большое спасибо. Жаль, что здесь нет всей нашей команды. Все, что мы делаем, мы делаем. И все, что не только мы, но и другие подразделения «Росатома», мы делаем, чтобы людям было комфортно жить в наших городах. Люди любили эти города, чтобы их потенциал не знал границ. Ну и чтобы «Атомные города» — это был определенный бренд. Мы к этому идем. Дорогу, Василий Тедущий. Спасибо вам большое. И, наконец, первое место в этой номинации. Волнуемся с Людмилой. Первое место. «Металл Инвест». Программа социальных инвестиций «Вместе». Компания «Металл Инвест». И первое место в номинации «Развитие местных сообществ». Что делает наш мир прочным? Камень. Земля. Металл. Мы положили в основу нашего процветания то, что не подвластно внешним силам. Развитие. Коллеги, всем добрый день. Большое спасибо организаторам премии за стимул, за ориентир, за высокую оценку нашей работы. Спасибо большое каждому сотруднику компании «Металл Инвест» и каждому жителю городов в присутствии нашей компании за то, что эта премия стала возможной. И всех с Днем волонтеров. Мы все с вами так или иначе волонтеры в своей деятельности. Спасибо. Спасибо большое. И наших уважаемых награждантов мы тоже приглашаем в зрительный зал. Потому что далее у нас следующая номинация. И это «Здоровый образ жизни». В номинации представлены компания «Сиверсталь», проект «Стальная энергия». «Газпромбанк», проект «Экосистема», программ «Заботы о сотруднике». «ЛДЖ «Электроникс», рак боится смелых, убедись, что ты здоров». Компания «Вымпелком», «Билайн», проект программы благополучия сотрудников «Би Уинер». И «Газпромнефть», проект «На вахте», проект «Развитие ЗОЖ» не для офиса. И для награждения я приглашаю на сцену сопредседателя комиссии по охране труда и здоровья Ассоциации менеджеров Владислава Горбачева, управляющего директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского Союза, промышленников и предпринимателей Елену Феоктистову. Елена, прошу вас. Аккуратненько, не спешите. Подождем. Добрый день, коллеги. Вы знаете, я представляю нашу номинацию, хочу сказать так. Конечно, во всех номинациях, которые связаны с темой инвестиций в людей, все важно. Но мне кажется, без здоровья, без поддержания здоровья, без создания привычки к здоровью, все остальное становится все менее и менее эффективным. А вообще-то, говоря, мы все понимаем прекрасно, что та жизнь, в которой мы живем сегодня, а уж тем более завтра и послезавтра должны жить, там действительно человек в центре. От качества человеческого потенциала зависит вообще все. Но в том числе и покорится ли человек искусственному интеллекту, или все же нет. Поэтому считаю, что наша номинация, вы знаете, из тех, которые просто необходимы, может быть, недостаточно, но это тот базис, без которого просто все остальное теряет не смысл, но в значительной степени свою эффективность. Поэтому мы очень внимательно относились к тем заявкам, которые были представлены. Что хочу сказать, что важно и что нас радовало, это то, что мы видим, что компания относится к этой теме как к той, которой надо заниматься системно. Системно, целенаправленно, последовательно, когда можно, с одной стороны, предлагать разнообразные способы поддержания здоровья, воспитания вот этого привычки к здоровому образу жизни, но, с другой стороны, чтобы это было, действительно, давало отдачу, чтобы это учитывало специфические потребности и запросы разных совершенно категорий сотрудников, которые работают в компании. И очень важно, что у этого есть возможность, во-первых, тиражирования, и, конечно же, продления, то есть такой последовательной работы. Ну вот то, что я хотела сказать, прежде чем мы будем награждать наших победителей. Ну, мне сложно уже добавить к тому, что уже сказала Елена, и я хочу взять должное премии People Investment, а то, что это действительно проект, который подчеркивает и выделяет те лучшие практики, которые есть у наших компаний, реализующих в России, и которые действительно инвестируют людей и в их здоровье, в их образ жизни. Спасибо большое. Тогда мы узнаем, кто взял бронзу в нашей третьей номинации. Пожалуйста. Да, сейчас расскажем. Все хорошие, на самом деле. Это правда. Но третье место в номинации «Здоровый образ жизни» «Проект на вахте». Проект развития здорового образа жизни не для офиса. Компания «Газпромнефть». «Газпромнефть», проект на вахте. Пусть поздравляем. Очень сложно, на самом деле. Вы знаете, в Заполярье вечно мерзлоте и в холоде находить такие занятия, которые бы привлекали людей, и, что нам очень понравилось, когда люди хотят приехать на вахту, потому что их ждут такие замечательные предложения, которые им для них организовывает компания «Газпром Лев». Спасибо за эти амбудисменты. Делаем фотографию и перейдем к следующей награде. Спасибо большое. Второй конверт. Это уже. А, мы же фотографию главную сделали. Молодой человек, мы же самое главное. Мы хотели бы услышать... Слово. Да, слово. То, что тут сказали уже, что все молодцы, главное. А дали третье место. Да, я думал, именно поэтому и слово не дали. Третье место, все с ним. Друзья, коллеги, на самом деле важно отметить следующее, что нефть и газ добываются круглосуточно, 365 дней в году. И наши люди, которые половину жизни проводят на вахте, чувствовали себя хорошо. Вот именно поэтому мы создаем и делаем очень многое для того, чтобы там были очень хорошие социально-бытовые условия, а разница качества жизни в городе и на месторождении постепенно стиралась. Вот наш проект об этом. И мне кажется, у нас все получилось. Спасибо. Все, теперь история длибость восторжествовала. Можем открыть второй конверт. Второе место в номинации «Здоровый образ жизни» завоевал проект программы благополучия сотрудников «Be Winner» «Wimpel.com Be Line». Компания «Wimpel.com Be Line» программа благополучия сотрудников «Be Winner». Сразу две очарательные девчонки бегут на сцену. Так, забирайте свой приз. Потом у нас фотосессия 20-минутная. Подождите. Да, ну что, убежали. Все, слава Богу, было. Слово. Слово. Да. Да, вы знаете, очень ценно и радостно, когда проект, созданный с любовью большой кроссфонациональной командой в компании, находит отклик и любовь сотрудников, которые вместе с компанией «Be Line» становятся чуточку здоровее, благополучнее, немного счастливее. Но когда этот проект еще получает оценку профессионального сообщества, это, конечно, особенно ценно. Спасибо большое и удачного развития дальнейшего этой премии. Спасибо. Благодарим вас. Приглашаем занять места в зале. И финальный конверт. Ну, просто хочу сказать, что в этом проекте, что приятно, это такая очень системная работа. Вот они молодцы. Они за системность. Молодцы. Спасибо. Ну что, у нас еще один замечательный проект. На самом деле, похожий на проект Вимпелкома, но со своей особенностью. Первое место в номинации «Здоровый образ жизни». Проект «Экосистема программы заботы о сотрудниках» «Газпромбанк». Компания «Газпромбанк». Поздравляем с первым местом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Цережка. Внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Дайте нам эмоцию. Все? Не-не, так быстро, так быстро, и все. Всего 60 фотографий. Да, пожалуйста. Спасибо большое, коллеги. Очень приятно, действительно, такая весомая, тяжелая, красивая награда. Мы в Газпромбанке всегда были апологетами такого человекоцентричного подхода. В основе нашего EVP счастливый сотрудник, счастливый клиент, счастливый акционер. Сегодня красная сессия об этом рассказывала. Мы много чего всегда для сотрудников делали, но как-то об этом молчали. В последнее время решили об этом рассказать. И действительно, нам очень отрадно, что профессиональное сообщество признает наш проект. И действительно, у нас, мне кажется, была очень сильная конкуренция в нашей номинации. И очень приятно быть лучшим из лучших. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. И вас мы благодарим. Да, проходите. Пожалуйста, занимайте свои места. Вот там цветочек один упал. Извините, пожалуйста. Всегда мечтал так провести. Не стоит аплодисментов. Это просто моя работа. Так, следующая номинация. Четвертая по счету. Номинация «Экологическая эффективность». Среди финалистов представлены. Группа «Эколайн». Проект «Миссия выполнима». Компания «Северсталь». Проект сохранения биоразнообразия в регионе присутствия компании. «Эсиар» – «Эффишент консюмер респонс». Проект добровольный отраслевой стандарт устойчивой упаковки. Компания «АФК-система». Совместно с «Сигеже групп». Проект создания центра компетенций в сфере многоэтажного деревянного домостроения. Из CLT-панелей в России. И компания «Магнит». Проект развития практик обращения с пищевыми отходами. Фудшеринг. Для награждения я приглашаю на нашу сцену директора по связям с инвесторами компании «Альфа-Банк» Анну Каминскую. И руководителя ивент-направления компании «Собиратор» Марию Побединскую. Прошу вас. Спасибо. Спасибо, что поддерживаете и награждаемых, и награждантов. Небольшая вступительная речь. Добрый день, коллеги. Я хотела бы поблагодарить организаторов и участников данного форума. Мне, как финансисту, очень радостно знать и наблюдать, что компании сегодня в наше непростое время думают не только о прибыли, о деньгах, о результатах, о цифрах, но и осознают важность устойчивого развития и развивают проекты, которые бы помогали улучшить их экологическое воздействие, минимизировать негативное воздействие и делали бы нашу планету лучше и чище. Со своей стороны, я бы дополнила, что мы, как «Альфа-Банк», будучи ответственным бизнесом, приветствуем данные инициативы. И хотя мы напрямую сами не несем прямого экологического воздействия, но, в частности, мы стараемся уменьшить количество бумаги, которую мы используем, заменяя ее на электронный документ-оборот, для того, чтобы сохранить наши леса и уменьшить вырубку данных лесов. То есть это здорово, что каждый делает все, что может, каждый из участников отраслей, из игроков, и тем самым, благодаря нашими совместными усилиями, мир становится чуть-чуть лучше, чище и зеленее. И я очень рада наградить наших сегодняшних номинантов. Очень сложно было выбрать лучших из лучших. Большое всем спасибо за ваши замечательные проекты. Да, ну я как зумер, которому не безразлична экология, хотела бы еще отметить дополнительно разноплановость тех проектов, которые были в номинации представлены. Это доказывает, что каждая компания, какой бы она ни была отрасли и сектор экономики, она смотрит, понимает важность экологии, защиты окружающей среды, и все проекты уникальные, поданные под своим каким-то конкретным соусом. И также, как сотруднику некоммерческой организации, очень приятно, что многие компании для реализации своих проектов также выбрали НКО у себя в партнеры. Анна, Мария, тогда приступим к награждению. Первый конверт у вас в руках. Итак, номинация «Экологическая эффективность» – третье место. Итак, третье место в номинации «Экологическая эффективность» получает совместный проект «Создание центра компетенций в сфере многоэтажного деревянного домостроения из CLT-панелей в России, АФК «Система» и «Сигежа Групп». Совместный проект, и мы ждем представителей обеих компаний. В идеале, конечно. Становитесь между девчонками, смотрите, как красота будет. Ну ладно. Спасибо большое за признание нашего совместного проекта. На самом деле, в его реализацию вовлечено еще больше наших активов, инвестиционной компанией нашей. Но дело в том, что сейчас представители «Сигежа» находятся на подготовке к открытию первых в России CLT-домов в Вологодской области. И мы надеемся, что с этого события начнется потихоньку зеленая революция в российском домостроении. С чем вас всех и поздравляю. Спасибо. А мы вас поздравляем. Вот как здорово. Пришли награждать и еще и цветы перепали. Вот какой джентльмен цветы свои пожертвовал, а вы ему третье место. Так, а я вскрываю конверт. Второе место в номинации «Экологическая эффективность» получает проект «Развитие практик обращения с пищевыми отходами, фудшеринг» компания «Магнит». Поздравляем компанию «Магнит» с серебром. Да, спасибо. Вот особенно буквально правая часть у нас больше всего аплодирует. Потом подойдите за гонораром в конце, после награждения. Спасибо. Для вас еще не все. Надо подойти к микрофону обязательно. Коллеги, спасибо вам большое. На самом деле для нас это очень важно. Мы очень ценим вашу поддержку и мы надеемся, что эта премия поможет всем нам спасти 1 миллион тонн пищевых отходов, которые в отходы не превратятся и будут хорошими качественными продуктами, которые помогут 2 миллионам россиян. Спасибо. 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 И вам низкий поклон в деле спасения пищевых отходов. Так, и золотая награда. Так, первое место в номинации «Экологическая эффективность» получает проект «Сохранение биоразнообразия в регионе присутствия компании «Северсталь». Компания «Северсталь» первое место. Компания «Северсталь» первое место. Есть фотография. Ну а теперь как на «Оскаре». Давайте. Кого надо поблагодарить, что вы чувствуете. Коллеги, спасибо за высокую оценку. На самом деле мы самый молодой проект из всех участников данной номинации. Но оказывается мы еще и самые экологически эффективные. Ура! Спасибо. Добавят ли парни что-то или все сказано было? Поскольку в проекте участвовало большое количество наших сотрудников из разных функциональных подразделений, которые нашли время и приехали сегодня и выступали на панельных дискуссиях, мы посчитали, что выйти на сцену они тоже имеют право. Спасибо. Благодарим вас. Ну что, спасибо вам большое. Всех наградили в этой конкретной номинации. У нас осталась пятая номинация перед переходом к специальным. Номинация «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами». Среди финалистов здесь представлены благотворительный фонд «Система», проект «Центр устойчивого мышления», компания «Русал» – программа антикризисной поддержки здравоохранения в период пандемии, компания «Россельхозбанк» – экосистема для предприятий агропромышленного комплекса под названием «Свое фермерство», «Северсталь» – управление безопасностью подрядных организаций и «Сбербанк» – проект платформы развития финансовой грамотности «Сберсова». Для награждения традиционно я приглашаю на сцену старшего партнера аудиторско-консалтинговой компании «ФБК» Ирину Сухову и коммерческого директора компании «Союзмультфильм» Владимира Чибисова. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Позвольте начать со слов признательности организаторам, партнерам и участникам форума. 15 лет назад Ассоциация менеджеров дала старт проекту «People Investor» – проекту про людей и для людей. И сегодня можно с уверенностью сказать, что участие в конкурсе является замечательной возможностью поделиться прекрасными инициативами, которые делают жизнь лучше. Через несколько минут мы узнаем победителей в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами». Для каждой компании взаимодействие с клиентами и партнерами – это ключевой фактор успеха, поскольку безупречная деловая репутация – это залог не только успеха сейчас, но и прекрасного будущего для компании. Представлены в номинации проекты очень разные по отрасли, охвату, содержанию, но все они объединены несколькими общими важными ключевыми моментами. Во-первых, они все про уважение и доверие. Они все про формирование отношений, которые обеспечивают долговременное сотрудничество и развитие для бизнеса и для тех, с кем и для кого этот бизнес работает. Во-вторых, они в основном про бизнес-процессы такие каждодневные часто, но при этом они все креативны, инновационны и позволяют компании выйти на новую ступень развития и обеспечить свое устойчивое будущее. Ну и все они достойны победы. Как известно, маркетинг в основном работает на привлечение новых клиентов. Но вспомним пословицу «старый друг лучше новых двух». И все проекты, которые представлены в этой номинации, конечно же, уже приносят бонусы своим компаниям. И хочу тоже со своей стороны поблагодарить проект PeopleInvestor, который инвестирует в социальное значимое развитие бизнеса. Проекты все интересные, но давайте узнаем, кто из них победил. С удовольствием. Первый конверт в этой номинации. Третье место в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами» присвоено проекту «Платформа развития финансовой грамотности Сберсова». Сбербанк. Компания «Сбербанк Сберсова». Поздравляю вас! Большое спасибо, уважаемый член жюри, что высоко оценили наш проект. Спасибо команде, которая над ней работает. Это огромное количество людей на самом деле. И большое спасибо другим участникам в нашей номинации. Было очень интересно послушать и почерпнуть для себя много полезного и нового. Спасибо. Благодарим вас. Приглашаем в зал. Ждем следующий конверт. Второе место в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами» занимает проект «Экосистема для предприятий агропромышленного комплекса «Свое фермерство» «Россельхозбанк». «Экосистема для предприятий агропромышленного комплекса «Свое фермерство» «Россельхозбанк». Поздравляем вас и приглашаем к микрофону. Большое спасибо за высокую оценку нашего проекта. Но больше всего я бы хотела выразить благодарность нашим клиентам и партнерам, которые доверяют нам и вместе с нами развивают нашу экосистему. Мы бы хотели, чтобы наши фермеры развивались, с каждым годом становились успешнее, прибыльнее. А городские жители приобретали фермерскую продукцию, вкусную и полезную. Спасибо. Эти аплодисменты вам. Благодарим вас. И финальный конверт для Ирины и Владимира. Спасибо. Победителем номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами» стал проект «Центр устойчивого мышления. Благотворительный фонд «Система». 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 Спасибо большое. Мы вас под аплодисменты провожаем. Благодарим вас также. И прямо сейчас, дорогие друзья, мы готовы перейти к вручению специальных номинаций. И в рамках конкурса мы не смогли не отметить проект, который поддержал людей во время пандемии, обеспечил отдаленные регионы необходимым оборудованием. Но для вручения награды я бы в первую очередь прямо сейчас хотел бы позвать на сцену Екатерину Кендрук – это заместитель исполнительного директора ассоциации менеджеров и руководитель проекта «People Investor», между прочим. И старшего партнера аудиторско-консалтинговой компании «ФБК» Ирину Сухову. Специальная номинация за эффективное решение о поддержке системы здравоохранения в период пандемии. Пожалуйста. Приятно начинать череду спецноминаций. Открою такую небольшую тайну, их будет три. Были проекты, которые были высоко оценены, оценены, прошу прощения, членами жюри, но которые не вошли как бы в состав победителей. Поэтому вынесите, пожалуйста, первый конверт. Шесть месяцев, семь медицинских центров, 480 мест. Все правильно, сейчас. Здесь не будет вторых, третьих мест. Здесь только один победитель. Торжественно подтверждаем, что награда в специальной номинации за эффективное решение о поддержке системы здравоохранения в период пандемии получает проект программы антикризисной поддержки здравоохранения в период пандемии «Русал». Объединенная компания «Русал». Поздравляем вас за эту спецноминацию. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, единомышленники, очень рады сегодня присутствовать на этой сцене в особой номинации. Очень благодарен, что нас отметили с нашим социально важным проектом, на наш взгляд. Но я лишь представитель той большой команды, которой приложили титанические усилия для того, чтобы эти госпитали, эти медицинские центры в столь короткий период, за шесть месяцев всего лишь, были введены в эксплуатацию, оказывали пользу для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И я, и компания надеемся на то, что эти госпитали станут достойным наследием и продолжить спасать жизни людей, проводить диагностику еще не один десяток лет. Спасибо вам. Очень рад. Спасибо большое. Екатерину и Ирину мы также провожаем. И переходим к следующей специальной номинации, которая связана неразрывно с заботой о братьях наших меньших. И для вручения награды в спецноминации «За вклад в развитие городской среды» я приглашаю на сцену заместителя директора фонда помощи бездомным животным «Котодетки» Юлию Борисову и директора реабилитационного центра для собак «Своя стая» Ольгу Орлову. Прошу вас, девушки. Добрый день. Спасибо вам огромное за такую прекрасную инициативу. Была рада услышать, что сегодня это делается уже в 15-й раз. И невероятно приятно видеть, как бизнес становится все более социально ориентированным, проекты становятся все интереснее, системнее, помогающие. И огромное спасибо всем участникам, всем конкурсантам за то, что сотрудничаете с благотворительными организациями, получаете от них в том числе профессиональное консультирование и развиваетесь в этой среде. И мне кажется, что сегодня, в принципе, проходит такая церемония, конкурс говорит о том, что с каждым годом подобные социальные инициативы будут все более масштабнее, охватывать все больше организаций. И главное, что это партнерство, безусловно, приносит пользу обеим сторонам и бизнесу, и социальным организациям. Поэтому еще раз спасибо вам огромное за то, что, в принципе, это делаете, вне зависимости от того, кто побеждает в той или иной номинации. Вы все прекрасны и чудесны. Добрый день всем. Я очень рада сегодня вручать эту прекрасную награду. Моя организация занимается формированием культуры гуманного отношения к животным. Вот почему мне кажется таким важным, что компании осуществляют проекты именно в этой заявленной номинации «Развитие городской среды». Ведь животные, домашние, бездомные были, есть и будут частью городской среды. Я благодарю организаторов за проведение вот этого конкурса. Безусловно, это стимулирует компанию участвовать в таких важных проектах. Давайте посмотрим, кто выиграл эту прекрасную номинацию. Итак, пожалуйста, конверт. Специальная номинация «За вклад в развитие городской среды». Награда в специальной номинации «За вклад в развитие городской среды». Проект «Пет-Френдли Банк». Альфа-Банк. Альфа-Банк, поздравляем вас и приглашаем на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 В каждое из отделений к нам можно прийти с домашними животными. Чуть позже мы запустили проект Pet Friendly Office, Dog Friendly Coworking. И наши сотрудники тоже могут прийти с животными, с собаками. Спасибо большое. Это не первый наш проект помощи животным. У нас есть чат-бот Альфа Друг. И первая в России горячая линия помощи животным, где каждый может обратиться. На наших Pet Friendly отделениях висят стикеры с животными. И это не просто животные с фотостока, а самые настоящие, которых можно забрать из приюта. И присоединяйтесь к ним. Спасибо еще раз. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такое важное дело. Все ли сказано? Может быть, вы еще что-то добавите? Или уже было все сказано? Знаете, мне добавить на самом деле нечего к комментариям коллег. И, честно говоря, я говорила про цифры, про экологию. И я очень рада, что мы еще помогаем не только природе, но и животным. И каждую пятницу мы видим большое количество собак в нашем офисе. Это необычно, но это очень круто. Интересно, а могут ли сами животные звонить на горячую линию? Еще немного и да. Тогда подождем. Спасибо вам большое, девчонки. Вы очаровательны. Благодарим. И, что ж, у нас финальная, но не по значимости, разумеется, специальная номинация. Специальная номинация проекта Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех. Создание общества равных возможностей». Этот проект растрогал членов жюри до слез, насколько я знаю. Но перед тем, как вручить награду, я приглашаю на сцену руководителя программы дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Илью Потеченко и первого заместителя и исполнительного директора Ассоциации менеджеров «Амбассатора проекта «Открыто для всех» Вадима Ковалева. Здорово, что аплодируете. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Добрый вечер. Очень рады приветствовать вас на уже 15-м форуме и конкурсе «People Investor». Очень странно, что 15 лет назад приходилось людей еще убеждать, что поддержка социальных инициатив – это не расходы, это инвестиция. Именно оттуда взялось это название. Я сейчас, пользуясь этим юбилеем, хотел бы, конечно, прежде всего поблагодарить всю команду, которая этот проект начинала, Ивана Потемкина, всех коллег, кто в разное время работал в Ассоциации менеджеров, и кто этот проект создал, и кто его сейчас ведет. Спасибо вам большое, друзья. И мы не случайно в этом году вместе с Агентством стратегических инициатив эту номинацию включили впервые. Дело в том, что в России 11 миллионов людей с инвалидностью вместе с родственниками – это 18 миллионов наших сограждан. Это огромное количество людей, которые готовы занимать активную жизненную позицию, готовы работать, готовы много вкалывать, но надо создать только условия. И эти условия создаются прежде всего инициативными людьми, которые находятся сейчас в зале, которые на своем рабочем месте делают чуть-чуть больше, чем от них требует работодатель. Поэтому всех приглашаю присоединяться к национальному инклюзивному договору, который мы, как Ассоциация менеджеров, подписали. И вот уже конкретные шаги по его реализации. Всех приглашаю также это сделать. Коллеги. Добрый день, коллеги. Очень рад присутствовать на People Investor. Уже, на самом деле, эта номинация стала действительно важным не только для нас, но и для всей страны. Потому что уже более 15 лет организаторы выявляют лучшие практики среди корпоративной социальной ответственности. И для нас это действительно тоже важно. Потому что, как уже Вадим сказал вкратце о проекте «Открыт для всех», мы также выявляем эти лучшие практики именно в инклюзии среди компаний. Мы приглашаем вас, чтобы действительно создать возможности для людей с инвалидностью, помочь им интегрироваться в социальную и экономическую деятельность. Это действительно очень важно. И честно хотел бы поблагодарить и пожелать еще 15 лет премии, чтобы точно уже встретились на 30-й номинации. Мне кажется, звучит неплохо. И давайте узнаем, наверное, кто же все-таки победил. Да, проект, который действительно просто забрал сердечки всего жюри. Давайте узнаем, кто же это. Награду специальной номинации «Создание общества равных возможностей» проект «Добрый заяц. Инклюзивный город. Магнит». Магнит. Компания «Магнит. Добрый заяц. Инклюзивный город». Коллеги, приглашаем на сцену под аплодисменты всего зала. Это реально очень крутой проект. У кого не было времени с ним ознакомиться, пожалуйста. Надо обязательно, чтобы логотип попал. Огромное спасибо коллеге. Нам правда кажется, эта номинация даже хорошо, что она так специально выделена, да, не в рамках всех стандартных. Просто потому, что это правда очень важная тема. Мы вот буквально в эти выходные отметили Всемирный день людей с инвалидностью. Нам кажется очень важным подсвечивать и рассказывать про такие проекты, чтобы еще больше людей, еще больше компаний вовлекались в эти практики. Большое спасибо. Здорово. Я тоже себя хочу поблагодарить, ассоциацию менеджеров, за признание. Мы уже не надеялись, да. Но тем не менее, знаете, проект называется «Добрый заяц. Инклюзивный город». Я думаю, что в следующем году будет «Добрый заяц. Инклюзивная страна». Ура. Ждем волонтера, друзья. Спасибо большое. Ну что ж, на этом наша церемония завершена. Мы еще раз поздравляем победителей и призываем, разумеется, не расстраиваться тех, кто, возможно, сегодня награды не получил, но рассчитывал, потому что все вы и мы вместе делаем важное дело для нашей страны. Спасибо огромное тем, кто награждал, зрителям и, конечно же, нашим партнерам, Альфа-банку, экологическому партнеру, собиратору специальной номинации Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех». Подавайте заявки уже теперь на следующий, 2023 год, и увидимся на 16-й по счету церемонии награждения. Спасибо вам большое за внимание.